И на этом тема харизма, как одного из новых центров трансформации, не закончена. В ходе посещения лидер Узбекистана, напомним, вместе с руководителем французской компании Вольталия дал старт строительству солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт. Кстати, а за день до этого события президент провел совещание по приоритетным задачам увеличения использования возобновляемых источников энергии, где было сказано о том, что анализ показывает потенциал солнечной и ветровой энергии в нашей стране в 10-12 раз превышает текущую потребность в электроэнергии. Однако такие значительные возможности на протяжении многих лет не использовались. На современном этапе одним из приоритетных алгоритмов развития стали крупные программы по созданию мощности производства зеленой энергии. Сформирована привлекательная среда для инвесторов. При этом в стратегии «Узбекистан-2030» четко определено, что необходимо довести генерацию возобновляемых источников энергии до 25 тысяч мегаватт и доли в общем потреблении до 40%. Тенденции в сфере обрисует комментарий программы «Тахлил-Нама». Еще несколько лет назад зеленая энергетика была для нас чем-то новым. Но очень быстро она стала на практике демонстрировать свои преимущества, расширяя мероприятия по реализации перспективных проектов. Результат дальновидной и взвешенной прагматичной политики руководителя страны, который не только обозначил приоритеты в развитии данного направления, но постоянно принимает меры по ускорению процесса, направленного на наиболее полное использование имеющихся возможностей. Они довольно-таки солидные. К примеру, потенциал солнечной и ветровой энергии в нашей стране в 10-12 раз превышает текущую потребность в электроэнергии. Растет интерес зарубежных инвесторов, готовых направить немалые капиталовложения на перспективные решения в сфере возобновляемых источников энергии. Ныне в процессе реализации проекта еще на 13 миллиардов долларов, 4 миллиарда 800 миллионов долларов из которых плановый показатель инвестиций текущего года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, данное направление становится одним из драйверов отечественной экономики и поистине общенациональным движением. Согласно прогнозам, в этом году объем выработки зеленой энергии достигнет 13 миллиардов киловатт-часов. Все это требует более действенных подходов к делу. Решение актуальных задач в плане дальнейшего ускорения данного процесса, на чем и акцентировалось внимание на состоявшемся под председательством президента 28 февраля этого года совещании по приоритетным задачам увеличения использования возобновляемых источников энергии. В 2024 году доля зеленой энергии в общем объеме выработки электроэнергии достигнет 15%. Однако наряду с этими результатами не полностью задействованы имеющиеся возможности в регионах. Я ознакомился с планами на текущий год. Я считаю неудовлетворительной ту планку, которую поставил Мирза Махмудов и Хакимы регионов. Сделав выводы из прошлого года, они должны работать в два раза больше и продемонстрировать конкретные результаты. С этого года мы перейдем на трехлетнюю программу по вводу в эксплуатацию новых зеленых энергетических мощностей. Почему на трехлетнюю? Потому что для обеспечения стабильного электроснабжения необходимо совершенствование сетей и соответствующая инфраструктура. Нам нужно возводить установки по хранению электроэнергии. Уже сегодня нужно разработать планы по выпуску специальных материалов. Сегодня не удивить жителей отдаленных территорий масштабами строительства современных объектов, придающих мощный импульс развитию местной инфраструктуры. К примеру, компании «Аквапауэр» в Пешкунском и Греждуанском районах Бухарской области возводится крупная ветровая электростанция на 1000 мегаватт, где до сегодняшнего дня установили 73 ветровые турбины, которых всего будет 158. Ожидается, что первые мощности в 400 мегаватт будут введены в строй до конца этого года. После выхода на полную мощность ежегодно будет вырабатываться 3 миллиарда 600 миллионов киловатт-часов ресурса. Действительно, в данном направлении работы активизировались, очень много проектов реализуются. Это в первую очередь благодаря тем условиям, которые в Узбекистане созданы, и той вере наших иностранных инвесторов, которые верят Узбекистану, верят его ближайшую, среднесрочную, долгосрочную стратегию, потому что все наши соглашения, которые мы с ними подписываем, они заключаются на 25-летний период, только эксплуатации. То есть, если считать 3-4 года подготовки проекта, это почти на 30 лет минимум проект. И если только в 2023 году были введены объекты новые, генерирующие объекты, солнечные электростанции, ветровой, и привлечено около 1,2 миллиарда долларов прямых инвестиций, то в этом году, благодаря активной работе в создании соответствующей нормативной базы, в пособствии тому, что в этом году мы планируем освоить 4,8 миллиарда долларов, почти в 4 раза больше прямых иностранных инвестиций, только в проекты по строительству ветровых и солнечных электростанций. А компания «Имаздар» из Объединенных Арабских Эмиратов в Галя-Аральском районе Джизакской области строится солнечная электростанция на 220 мегаватт. Проект реализовывается на 600 гектарах площадей. После его завершения будет вырабатываться на электростанции 540 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Экономия при этом 135 миллионов кубометров природного газа, обеспечив подачу ресурсов более чем 150 тысяч домохозяйств населения. В нашем Узбекистане проводятся невиданные доселе строительные работы, ими в частности охвачена и наша махаля Кукбулак Галя-Аральского района. Здесь строится солнечная электростанция на основе современных технологий, которая позволяет в автоматическом режиме через компьютер поворачивать панели к солнцу. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. И население обеспечивается вырабатываемой здесь электроэнергией. После полной реализации проекта солнечная электростанция сможет обеспечивать ресурсом 50-тысячное население области. Солнечную фотоэлектростанцию системой накопления 400 мегаватт электроэнергии поднимают и в Ташкентской области. Предусмотрено также строительство линий электропередач. Когда я приехал сюда полгода назад, то ничего подобного здесь не было. И мы становимся свидетелями, как за очень короткие сроки выполнено столько строительных работ, что демонстрирует мощь нашего государства. Ведь раньше, несмотря на то, что наша страна солнечная, мы совершенно не пользовались этим потенциалом. И лишь благодаря вниманию президента привлекаются зарубежные инвесторы. Все это, конечно, служит наиболее полному обеспечению населения электроэнергии, развитию отраслей экономики. А также зеленые энергетики, позволяющие экономить большие объемы газа, угля, мазута. И что немаловажно, позитивно сказывается на экологической составляющей, непосредственно связанной со здоровьем людей. Растет экономика в развитии социальная сфера, повышается благосостояние населения, что, разумеется, повышает потребности в электроэнергии. Учитывая это, в течение следующих трех лет будут введены в эксплуатацию 28 крупных солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 8 гигаватт. Построят 944 километра высоковольтных электросетей и 6 крупных подстанций. Отдельно поручено уделить внимание созданию новых мощностей по системам хранения, так называемых аккумуляторов. И в этом году будут введены первые 300 мегаватт таких мощностей. В следующем году уже 800 и поэтапно мы их доведем минимум до 6-8 гигаватт. А в целом хотелось бы отметить, что если раньше концепция развития программы ВИА предусматривала реализацию до 2030 года около проектов на общую мощность около 8 гигаватт, то благодаря личной поддержке президента у нас до 2030 года мы предусматриваем ввести гарантированно около 18 гигаватт таких мощностей. Это что означает? Это зеленая энергетика, это конкурентоспособность экономики, это себестоимость, это новые экспортные рынки. На местах расширяется программа «Солнечный дом», согласно которой за каждый киловатт электроэнергии, переданной в общую энергосистему из государственного бюджета, будет выделяться субсидия по тысяче суммах. В настоящее время около 11 тысяч домовладельцев эффективно пользуются этой возможностью. А ведь еще совсем недавно мы и представить себе не могли, что домохозяйство населения смогут не только обеспечивать посредством возобновляемых источников энергии свои потребности, но и реализовывать излишки, получая при этом доходы. Намечается продолжить поддержку пользователей солнечных панелей. Предусмотрено выделение на эти цели дополнительно 50 миллионов долларов ресурсов и привлечение еще 100 миллионов долларов иностранных инвестиций. Восемь месяцев назад установил солнечные панели на 5 киловатт за счет кредитных средств в размере 30 миллионов суммов. До сегодняшнего дня реализовали в энергосеть 1600 киловатт электроэнергии. И это излишки, которые остаются после нашего потребления. А представьте теперь такой подход по всей республике. Сколько же ресурсов можно сэкономить? Предоставят дополнительные льготы и предпринимателям. В частности, таможенные льготы на ввоз солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов будут продлены еще на 5 лет. Стоит задача по разработке отдельной программы по использованию возобновляемых источников энергии в таких энергоемких отраслях, как сельское и воднохозяйство, питьевое водоснабжение. Развитие данного сектора оказывает положительное воздействие и на смежные отрасли, открывая для отечественных предприятий рынок объемом не менее 1 миллиарда долларов. Поэтому в этом году в солнечном кластере города Корши планируется реализация проектов по производству солнечных панелей, аккумуляторов, инверторов, водонагревателей, а в промышленной зоне Ахангарана кабели и трансформаторов. В городе Нукуси и Антижанском районе производство солнечных панелей. Видя объемы, уже есть интерес инвесторов, как местных, так и иностранных инвесторов, к локализации компонентов для солнечных станций, компонентов для ветровых станций. Вот мы уже два проекта будем начинать. Это по строительству башен и турбинных компонентов турбин для ветровых электростанций. Уже металлоконструкции, опоры, все будем максимально использовать здесь. Кабельные продукты, знаете, это не только использование у нас. Внедрение современных систем менеджмента и стандарта позволит и экспортировать эту продукцию, потому что проект ВИА развивается во всем мире. Мы уже не только работаем по текущим проектам, а сконцентрированы на то, чтобы дальше, что будет до 30-го года, что будет после 30-го года. Это вот строительство сетей, это какие технологии по ресурсосбережению, какие новые технологии вообще по генерации ВИА, вот кинетические станции развиваются, по энергосбережению изучаем. То есть по всем этим направлениям вместе с партнерами работаем. Еще одно направление охватывает собой строительство микро, малых и крупных гидроэлектростанций. До сих пор на местах построены 200 микрогэз общей мощностью 65 мегаватт. В Антижанской, Самаркандской, Сурханаринской и Ташкентской областях введены в эксплуатацию 6 крупных и малых гэз общей мощностью 183 мегаватта. Зеленая энергетика сегодня стремительно преодолевает ступени вверх. Все по принципу меньше расходов, больше выгоды. Предпринимаемые же в этом плане меры создают прочную основу для устойчивости энергосистемы и дальнейшего увеличения притока инвестиций в отрасли экономики. Субтитры создавал DimaTorzok